Тараканы – насекомые теплолюбивые, а потому с наступлением холодов стараются найти местечко потеплее и забираются на кухни, в ванные комнаты, общежития, многоквартирных домов и частных построек. Биологически приспособленные к жизни в экстремальных условиях, активные только по ночам и абсолютно всеядные, они не только заслуженно носят титул одного из самых живучих насекомых, но и с каждым новым поколением становится все устойчивее к опасностям окружающей среды. Такое их долголетие можно объяснить прежде всего особенностями их биологии, особенностями их развития. Самка таракана откладывает яйца в кокон, которые носит под брюшком, и в этом коконе яйца и личинки младших возрастов надежно защищены от неблагоприятных воздействий. Это первая причина. Самка черного таракана сбрасывает свой кокон в недоступные места, еще когда в коконе находятся яйца. Самка рыжего таракана сбрасывает этот кокон, когда уже появляются личинки первого возраста. Для человека соседство с такими насекомыми не самая приятная альтернатива. Тараканы являются разносчиками различных инфекций, продукты их жизнедеятельности могут вызвать аллергические реакции, а укусы особенно опасны для маленьких детей. Тараканы, естественно, собирают на своем теме большое количество микроорганизмов, которые разносят по жилищу, по квартире, загрязняют ими пищевые продукты, и в этом заключается их отрицательное медицинское значение, их пагубное влияние на здоровье человека. Бороться с тараканами непросто, но необходимо. Делать это можно как самостоятельно при помощи механических ловушек и многочисленного арсенала химических инстинктицидов, так и прибегая к помощи специальной группы дезинфекции Центра гигиены и эпидемиологии, которые могут оказать не только консультативную, но и практическую помощь в войне с домашними вредителями.